Дэниел Лайенс. Евангелие от IT. Как на самом деле создаются IT-стартапы? От автора. Последние 10 лет я занимался тем, что пером сатирика изображал индустрию технологий. Сначала в блоге, потом в статьях, а недавно добрался и до ТВ-шоу. Но самые смелые из моих выдумок не могли сравниться с той нелепостью, с которой я столкнулся, устроившись на работу в компанию по производству программного обеспечения HubSpot. Эта книга – хроника моей работы в той компании, и она создана отнюдь не в жанре сатиры. Все события, описанные в этой книге, произошли на самом деле. Настоящие имена некоторых людей я сохранил, но в большинстве случаев выдумывал им псевдонимы и прозвища. Некоторые настоящие и бывшие хабспоттеры согласились дать интервью для этой книги на условиях соблюдения конфиденциальности. Кое-кто вообще побоялся со мной разговаривать. В то время я полагал, что это глупо, но, как оказалось, у них были для этого все основания. По поводу терминологии. Когда я использую словосочетание «кремниевая долина», то имею в виду не сам географический регион, полуостров длиной 100 километров между Сан-Франциско и Сан-Хосе, где родились первые технологические компании. «Кремниевая долина», как Голливуд или Уолл-стрит, стала нарицательным обозначением всей индустрии, ответвления которой существуют в Лос-Анджелесе, Сиэтле, Нью-Йорке, Бостоне и других бесчисленных местах далеко за пределами области залива Сан-Франциско. Термин «пузырь», в том смысле, в каком я его использую, обозначает не только экономический пузырь, в рамках которого оценка стоимости некоторых технологических стартапов достигла астрономических величин. Но и образ мыслей людей, работающих в таких компаниях, свято верующих в то, чем они занимаются, пьющих Кулейд, людей, живущих в том числе внутри своего тщательно отфильтрованного пузыря, людей, наполненных до краев самоуверенностью и заботой об узколичных интересах, невосприимчивых к критике, обладающих иммунитетом к реальности, не ведающих того, насколько смешно они выглядят в глазах внешнего мира. HubSpot, организация, в которой я работал с апреля 2013 по декабрь 2014, была частью этого пузыря. В ноябре 2014 компания провела успешное IPO, и теперь ее рыночная цена составляет 2 миллиарда долларов. Но в этой книге речь пойдет не только о HubSpot. Это история о том, как можно взглянуть на себя с новой неожиданной стороны и начать делать карьеру в свои 50, причем в той сфере, которая в общем и целом жестока к сотрудникам старших возрастов. Это история о том, насколько изменилось само понятие работа, и как другие компании, заявляющие, что меняют мир к лучшему, на самом деле занимаются противоположным. Мифы и мифотворчество – весьма распространенные явления в Кремниевой долине. Я создал эту книгу, потому что хотел дать обществу более реалистичное представление о жизни в компании «Единороги» и сделать так, чтобы миф о предпринимателях-героях дал трещину. Руководители HubSpot оказались не героями, а скорее кучкой продажных маркетинговых шарлатанов, которые сплели красивую историю о магической трансформационной технологии и разбогатели на продаже акций компании, которая никогда не приносила прибыли. В основе книги лежит мой собственный, иногда доставляющий мне боли и унижения, процесс самопознания, когда я пытался превратиться из журналиста в профессионального маркетолога технологического стартапа. Надеюсь, моя история поможет вам, хоть и с опозданием, взглянуть на закулисную жизнь в стартапе в период, когда вся индустрия технологий временно потеряла рассудок и когда я, плохо это или хорошо, последовал ее примеру. Земную жизнь, пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу, утратив правый путь во тьме долины. Данте Алигьери. Раньше я это понимал, но потом это изменилось. То, что я понимаю, уже не это, а нынешнее это, кажется мне чудным и страшным. Дедушка Симпсон.